это моя ломовая лошадь которая она потерпела и перенесла уже много она зимой и летом круглым круглый год практически пнул полетел все и ты на или фантин трэп на него же ездил да и зимой ну как говорили поэтому сильно ты не следишь за ее внешним видом самое главное чтоб она везла и даже видим ржавчина но это не это не факт тут же и снег и соли где-то и не погода это чисто рабочая лошадка на дальнички скажем так четыре года я со связи работы меня от каждого километра же а тошнит я на машине хочу есть понятно и я на ней в радиусе 100 километров не крутишься короче постоянно не поливал сейчас меньше сознаюсь честно мало ну так я четыре года каждый день зимой и летом давно она у тебя уже она у меня уже больше больше и наверное она у меня уже наверное лет 9 но оно и видно уже успела состариться короче него она и была не очень красиво состоянии не ну мы понимаем со временем для каких целей для каких целей ты ее эксплуатируешь это понятно я скажем так дожевываю она будет восстановлена когда-нибудь сейчас это было уже такой момент был был когда ты шипитер 5 и все красиво все это самое капелька дождь и жалко выехать и это за любом и поэтому я это не делаю она должна так остаться ну а это самое с какого она вообще года выпуска можно посмотреть то не важно по моему 91 году 90 или 91 откуда ты вообще приобрел дружище он довольно таки очень большой фанат яв и всего далее прочего очень много но это не шеф этот александр случайно которая две серии снял 2 2 этажа я вы все понял александр да сани она была разобранная разваленную сани как бы скрутили и далее прочее и вот и все и с тех пор она у меня короче это один из членов банды явистов в баварии можно так тоже суда но сейчас у него покруче есть проект который он она все да она все да все для своих целей как говорят она мне нравится это просто наголо упал когда-то в детстве и вот и завис на этих мотоциклах и так и осталось как и осталось это твой еще да еще один аппарат honda за 600 к литровая даже ухты ракета это моя верная подруга давно у тебя да да я убрал с нуля цбф по седьмого года и сама она уже несколько раз было ну по германии все искали силы италия австрия швейцария короче вы ну дальнобой короче дальнобой сейчас должен признаться да ну за связи с домоустройкой это на детях меньше а вот так ездили года что что мы тут видим мы видим подроха цвета да бак это я вас есть шестеродковский сузуки вот осталось наверное да если кому обращайтесь сузуки бак колеса у меня есть сузуковская пожалуйста забирайте вон еще вилка у тебя по-моему да это вообще другая модификация но видно видно подъяву но ты хочешь эти колеса и бак просто отдать я бы отдал бы ребята заберите заберите выкинуть жалко да ну выкинуть жалко я такой же есть белый есть черный то есть они в принципе даже эти черные они оригинальные с этого мотора с донора они то есть оптимальные а это мотор запасной да получилось как у меня я купил 30 зубов тот оригинальный тут двигатель мы поехали с братом купили он падший был мотоцикл 7000 пробегу всего то есть он вообще ни о чем когда он еще молодой двигателя потом чисто случайно тут с одним по работе разговаривали он видимо я выиграть типа так и так ну раз говорили себе устроил вот такое дело он говорит у меня есть я равно мне суппорта там нужны кое-какие мелочи нужны по записам я не продам хочешь весь забери я приехал посмотрел он разобранный весь вот так валялся но и забрал да мне при полотеннике забери я но нам не лишнее вот как участвовать но груза она лишнее но валяется двигателя забрал двигатель мертвый там шатуны с клапанами встретились чуть-чуть ну то есть его можно выкидывать или думаешь все таки возродить нет ну это так что может коробку по траха там а понятно друг чего стартер мартер да да что до сюда в этом роде они вымирают эти мотоциклы и молодежи интересный у тебя все получится я считаю вот сейчас ему так и произошло что строила в процессе дела меняется изменяется пять раз изменяется пять раз делаешь десять раз разбираешь 45 раз выкидываешь засовываешь и далее прочее нервничаешь ночами не спишь короче да довольно таки бывало такое что что-то не получается что-то не идет и сделал вроде бы нормально вроде бы это потом сидишь и полночи думаешь как не не войдет переделать это заново братишка часто мне вернулся но тебе надо как бы так ладно ребята это был евгений двоюродный брат роберта короче мы видим из главный специалист из москвы чемпион мира по самбо кросса понял всем удачи пишите комментарии ребята с вами был наш гараж и наши братья банда ябоводов и живодов из баварии